Тема нашего занятия – обжалование торгов. Нарушение порядка проведения продажи государственного или муниципального имущества, включая неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого имущества, недействительно. Обжалование торгов происходит в двух органах – это УФАС и это Суд. Порядок действий при обжаловании торгов Первое – мы пишем жалобу в УФАС. При отказе УФАСа мы подаем исковое заявление в суд. Подается оно по месту расположения ответчика или организатора торгов. Все случаи уникальны и индивидуальны. Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижение результата. Возможность положительного исхода зависит от множества факторов. Сроки внесудебного обжалования торгов В течение 10 дней с даты размещения информации о проведении торгов. В течение 3 месяцев, если торги признаны недействительными, организатором торгов и контракт не заключен. Порядок рассмотрения жалобы После подачи жалобы на протяжении двух рабочих дней информация о ее поступлении размещается на официальном сайте торги.гоф.ру. Все заинтересованные участники торгов оповещаются о том, что поступила жалоба. Подавший жалобу участник опомещается о месте и времени ее рассмотрения. Рассматривается жалоба ее возражения по существу в течение 5 рабочих дней. Подателю жалобы в трехдневный срок отправляются уведомления о принятом решении. Если участвующий в размещении обращения лицо отзывает жалобу, то оно в двухдневный срок должно уведомить всех заинтересованных лиц. Участники размещения обращения жалобы могут Принимать участие в рассмотрении жалобы лично или с привлечением представителей. Отзывать жалобы, при этом участник, отозвавший жалобу, не может подавать ее в дальнейшем по тем же основаниям. Направлять возражения на жалобу. Обжаловать решение антимонопольного органа в судебном порядке трехмесячных срок с момента принятия решения. Жалоба на результаты торгов или порядок их проведения может быть возвращена подателю, если Жалоби не содержатся названия организатора торгов или организации, чьи действия или бездействия спариваются, либо отсутствуют иные сведения. Жалоба подана после истечения срока обжалования торгов. По жалобе на те же действия организатора торгов или иного субъекта уже есть решение суда. Жалоба на эти же действия или бездействия уже подана, находится на рассмотрении или на ее основании вынесено решение.